Здарова, бандиты! Это вы удачно к нам залетели! Очередной обзор игрового дня от All About NBA. Всех рада приветствовать. Денис Барденов у микрофона. Сами знаете, где лайки, сами знаете, где комментарии. И спасибо вам большое, что изо дня в день залетаете на наш YouTube-канал в поисках отличного настроения и результатов матчей, о которых мы расскажем вам прямо сейчас. Поехали! Они хотели реванша за прошлый финал. Счет в серии 3-1. Кельты, которые проиграли игру одной комбинации. У Майами нет Баттлера, Розье и Боярского тоже нет. Без мушкетеров. А герои Тарантиновской картины Бешеные Псы, Коричневый, Белый и Тейтум все на месте и активно начинают первую четверть. Майами плохо бросают трешки, Бостон хорошо бросает трешки. Майами не идут в краску, Бостон зарабатывает Эндуана из трехсекундной. Майами не могут справиться с активной защитой на дуге. Браун использует волшебную левую. Это издевательство над интригой? Нет, это игра Бостон-Майами. Игра под номером 5. 41-23 после первой четверти. Во второй все было поспокойнее. Но Хироу мы все-таки не увидели. Был Тайлер и он ни черта, ни креатор. 15 очков и один из восьми из-за дуги. Что касается героя прошлой встречи, которого Леонель Месси считает лучшим игроком Бостона, Деррек Уайта. Он был шикарен, как всегда. 25 очков, 5 трешек. И на большой перерыв мы уходим при счете 68-46. Если вы думаете, что интрига упорхнула, то вы отчасти правы. Но без рекорда Майами Хит сегодня не уйдут. Три из 29 трехочковых попыток были реализованы подопечными Эрика Спайльстры. Это не ужас. Это кошмар и трагедия. Парни ультанули в одной игре, а на фонтан кроме Бэма никто не ходил. Погибаем от лесных бостонских крипов, таких как Сэм Хаузер и Люк Карнет. Серьезный Сэм, кстати говоря, 17 очков оформил. И да, вы все правильно поняли. Бостон Селтикс проходит во второй раунд и встретится с победителем пары Клибленд Орландо. Пишите, с кем Бостону будет играть удобнее, а с кем придется. 118-84, статистика на ваших экранах. Браун, 25 очков. Тейтум сегодня на Чили, а Робинсона и Тайлера этим летом обменяют. Кейди, Митчелл или возвращение Дуэйна с Каллой Джонсона ждет Майами. Пишите в комментариях. Постоянный партнер нашего проекта и этого обзора баскетбольный магазин Путбаскет. Нужны кроссовки, джерси или просто повседневная одежда с лого любимой команды? Тебе сюда. Быстрая доставка, топовое качество, ассортимент шире, чем в NBA Store. Ну что еще нужно для счастья? Ныряй скорее по ссылке в описании, тем более, что с провокодом NBA24 на 300 рублей покупки будут еще приятнее. Лос-Анджелес Клипперс дала с Маврекс. Вывеска-то какая? После одного из лучших матчей серии мы с Василием залетали сюда с высоким ожиданием увидеть что? Правильно, баскетбол высоких достижений. Первая четверть давала на это надежду. Высокий темп, неплохие атаки и явная мысль и у тех и у других вылились в 25-24 на табло. Проблемы были дальние броски. И вот тут-то лично у меня закралась страшная мысль. А что если победит лишь тот, у кого полетит? Забегая вперед скажу, не полетело ни у кого. И надо сказать, что это поняли в Далласе и снизили число своих атак, которые завершались трехами. Всецело отдав мяч Луке. Это решение будто бы очевидное, но при этом требующее определенной доли находчивости. Ведь просто мяч у Луки не равно эффективной игре. Дабл-тимы, мэны и прочие на нем часто ведут к потерям. Но не сегодня. Словинец круто находил партнеров, которые очевидно оставались одни и не менее круто разменивал себе удобных оппонентов в защите. Это позволяло Далласу спокойно набирать свои очки во все тех же быстрых атаках, которые хоть и чуть снизили свой темп, но также были довольно скоростными. Три трешки Клибера во второй четверти свой ответ получали, но не такой большой, ведь Клиберс не перестроится и не вскрыть обороны соперника не могли. Во второй половине соперника все стало лишь хуже. Грамотные размены в обороне Мавс, сверхзаряженный Кари, который стал самым плюсовым игроком на паркете, помноженный на ужас в плане шутинга калифорнийцев, похоронили их уже в третьей четверти. Для увеличения хрона обзора скажу, что в конце вышли Брэндон Бостон и Кобе Браун и Эйджей Лоусон, даже с Даниэля Тайс и пыль стихнули. Ну а Даллас победил, да, 123-93, если что. 3-2 в серии, которая отправляется в Техас. Мы отправляемся в бокс-кор, ужасаемся от цифры Уэсбрука, Хардена и Джорджа и заканчиваем с этим чудо-матчем. До 4 мая и, возможно, до КВА. А что касается сетки, то тут для нас удивления особых нет. Бостон-Селтик с первыми с Востока оформили себе выход во второй раунд и сегодня ночью Индиана и Нью-Йорк могут последовать вслед. Но получится ли это сделать уникербокеров и команды Паскал-Сиаком или Тариза Холлибертона, узнаем на трансляциях Олла Болтенбей, куда я всех вас призываю присоединяться. Прощай на всех вокзалах поезда, кричат Майами хит пока. Прощай, 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 прощай наш зритель, но мы с вами прощаемся ненадолго. Всего лишь до завтрашнего обеда, потому что именно тогда мы выйдем с новым выпуском обзора игрового дня. Обязательно оформляйте подписку, оставляйте комментарий и ставьте лайк, если вдруг забыли это сделать в начале выпуска. Всем пока!